Йоу, ребят, всем привет! С вами канал На Грани Фолла. Продолжаем нашу карьеру в PS21 за Boko Хуниорс. Вот наши прошлые матчи. Победа 3-0 в чемпионате регулярном. Кубик Либертадора с Сантосом. Ответный матч 0-0. Мы там идем на первом месте. 0-0 также опять в чемпионате. Вот последнего матча по 0-0. И сегодня мы надеемся, что будет много голов и побед. Привет! Росарио Централ у нас сегодня. Второй круг в этом в группе. В Кубке Либертадорос. Как раз. И матч с Уэллисом, которые очень хорошо идут здесь в первых строчках. Они у них 39 очков, третье место. Да, у нас пятое место, 36 очков. Так, переговоры. Кого тут хотят? Из наших ребят? А, это нам ищут. Скауты, кстати, Азил. Смотрите, за Хави. 34 года. Ветеран. И есть Азил. Да, не быстрый парень, но с отличными передачами. Да, он может компенсировать. Гулард. Вот как раз так же ребята, которые уже такие ветераны, да, можно сказать. Которые могут доигрывать в нашей команде. Линград, кстати, Джесси. Неплохой игрок. Азил, кстати, в центр. Мы можем взять, например, на аренду на год. Из Фенербахчи, да, давайте за... За миллион триста. С возможностью выкопа, да, за два миллиона. И там, если он заиграет у нас, мы сможем продлить его. Так второй сезон у нас по-любому будет. В этой карьере. Поэтому... Я думаю, Азил это хорошее приобретение. Так, погнали. Рассарио-Централ. Так, они на какой строчке? Они где-то, наверное, внизу идут. Надо посмотреть, чтобы понять, с кем мы имеем дело. Да, они двадцатые. Но на подъеме. Команда последний матч выиграла, как я понимаю. И давайте, давайте переходить к этой игре. Так, состав в отличной форме. Так, Рюдикер только не очень хороший. Но у нас есть МТТ. Дзюба, кстати, подсдулся. Но ничего, отдохнет. Манкусы, кстати, в хорошей форме тоже, если что, на замену. Может, Седавути помочь. Так, Андрадов прекраснейший тоже в форме. Роси пока на замене посидит. Ничего страшного. Так, Вилла плохой. Малинас пусть появится. Так, Вилла тоже в плохой форме. Варелла, Замбрана. Вот так вот. В принципе, отлично все выглядит. У них такой 4-4-2 классическая расстановка. Но погнали, ребят. Канал на грани фола. Лайкоски, подписки. Приветствуются. Комментарии обязательно пишите. Так, что по форме? Ну, у них есть такая вот, а у нас вот такая. Я думаю, нормально будет. Хотя, лучше, наверное, вот желтый у них есть. Не, давайте им, конечно, синюю, а нам белую оставим. Я думаю, нормально будет. Поехали, ребят. Канал на грани фола. Карьера за боку. Едем. В огромнейшие стадионы, но мы уже с вами к этому привыкаем. То, что в Аргентине такие огромные арены. На этом акцентировать внимание не будем. Болельщиков полно. Даже в гостях у наших болельщиков. Нас поддерживают. Мы, в принципе, хорошо играем. Конечно, хочется сюда большего. Поехали, ребят. Красавио-централ. Так, пока без дополнительных силей. Посмотрим, что предложит соперник. Ага, стеночка. Это фирменная. К этому мы готовы. Давайте мы идем все-таки вводить мячом. Даже несмотря на их прессинг. Потому что мы играем с позиции силы. Мы Бока Хунирс. Мазафака. Пас вперед. Красивой пяточкой. Карлитос. Герой удара через себя. И не только. Кто не смотрел прошлой серии, есть плейлист весь целый. Так что залетаем, смотрим. Прошлая серия не очень зашла по просмотрам. Но ничего страшного. Мы все равно будем снимать. Все равно будем играть. Попас на момент. Удар. Бележний угол. И уже мы забиваем гол. 1-0. Сразу же 0-0. Разбавляем прошлый матч. И сразу-сразу забиваем первый гол. Это отличная новость. Сразу распечатываем. И сейчас пойдет полегче. Получше. Психологически. Классно разыграно. Павлон. Со второй попытки передачи доходят. И здесь Тевес. Защитник держит его руками. Вместо того, чтобы накрыть его удар ногой. 1-0. Ну, мы такие команды, конечно, должны. Обязаны обыгрывать. Но бывают ничьи. Бывают поражения со всеми. Всех надо уважать. Все могут поднести сюрпризы. И, надеюсь, если мы наберем очки, мы пытаемся все-таки ближе к концу сезона залететь туда в тройку. Первый сезон под руководством Пепа Гвардиолу. Понятно, он знакомился с командой. Какие-то трансферы. Надо было наладить игру. Игровые схемы. Понять, что и как. Мы вообще начинали в длинную передачу и забегание. А сейчас у нас такая своего рода тики-така. И передачи средние. И короткие. И мы стали играть. Больше ладить мячом. Лучше пришлось поменять. Мой стиль. Обычно я на контратаках люблю играть. Но Бока Хуни разругается. Руслан политикой. Другой подбор игроков. Хотя на контратаке у нас есть быстрый Сальбио. Тоджу Павон. И есть кому забивать голы. Он детей. Поборются. Короче, нет моментов. Но неплохо подступы есть. Стэвес красиво разбирается. Защитникам удар. Ротари на месте. И на вынос. На вынос играет хозяева поля. Ну, сейчас мы как хозяева выглядим по игре. Владеним мячом. Да, у нас чуть-чуть побольше. Но это пока. Я думаю, дальше будет еще больше. Морони. Хорошо. Альмендра. Заброс на полу. Она не проходит. Фабра на подборе. Еще пас. Не, Ханатевес здесь не прошло. Пас вперед опасно. Рубен здесь выбивается. Практически один на один. Бьет из-под защитника Авдрата на месте. В последнее время даже вытесняет нашего вратаря Росси, который все-таки был номер один. Все-таки побольше матча. Но у нас два таких равноценных игрока. Они и будут друг друга менять на своих позициях. Павон. Павон. Красиво. Финтит. Пас. Еще пас. Возвращает на Павона. В касание Янгта. Сальве вмешивается в этот эпизод. Сальве. Пас на Павона. Нет, не проходит. Первый этап завершен. 1-0. Единственный принципный момент голевой мы реализуем. Немного ударов. Ну вот так бывает, да. А то у меня бывает 20 ударов, как в прошлых сериях вы видели. И ноль голов. А бывает пару ударов и уже гол. Это футбол. Что тут сказать? Тевиас. Идем сразу вперед. Сальве. Сальве. Сразу в атаку с Андрополя. Начинаем Сальве. Подключается Ларсен помогать и подавать. Да, это крайне защитники должны делать. Тевиас в борьбе. Удар. От кого мяч уходит? Угловой показывает арбитр. Нужна хорошая подача. Павон. Такие подачи делать умеет. Подача есть на Альмендру. Удар. Ближний. На девятке мяч пролетает. Могли сейчас углового положить. Никто, в принципе, не прикрывал Альмендру. Но чуть-чуть ему не хватило. Янгто. Пас на Карлитос. Разворачиваться и бить. Карлитос. Его фирменном стиле. Развернулся. Качнул защитника. Пробил. Но из ближнего угла. Мяч вратарь достает. Еще нужно подавать. С угла поля. Павон. Отличная подача снова на Альмендру. Фабр на подборе. Нет, пробегает мяч. Мимо Фабр пролетает. Отлично. Смолинг здесь. Рассарево-централ. В принципе, неплохо обороняется. Но. Сами ничего пока не создают. Так. Янгто. Приустал. Кампусано. Давайте сыграет. И опорничком мы его сделаем. Полончик устал. Зератэ сыграет. Ну, я не знаю. Карлитос обменять или Мароня. Давайте Карлитос сюда пойдет. А сюда. И выставить-то некого сюда. Тогда оставляем пока как есть. Дальше посмотрим. Подумай. Ты красиво, Мароня, грамотно сыграл. Тевис там открывается. Подача на него идет. Хорошая подача. Тевис справится? Нет. Защитник хорошо сыграл. И уже вратарьку. Вот и помчал у них. Фабра все равно мчится вперед. Фабра. Неугомонный. Огромный объем работы. Сиротэ, Альмендра. По центру розыгрыш. Стеночки. Но не проходит мяч до адресатор. На подборе Бока Хуниорс. Фабра подача. Классная, резаная. Но здесь снимают. Так. Давайте крайнюю замену делаем. Я не знаю, кого поменять. Давайте Фабру поменяем. Ярос играет. Многие подустали. Так. У нас этот мяч в аут даже не уходит, да? Нет. Уходит. Все правильно я рассчитал. И крайняя замена. Последние 10 минут матча. Плюс добавочная. Морони. Подача. Нет, здесь Браун забирает матч. Но немного в этом матче моментов. Благо вот этот быстрый гол. А как-то соперник хорошо подсушивает игру. Тевес. Красиво. Сальвю как уходит. И передачу выдает. Но Тевес плотно. Плотно закрыт. И уже подустал, конечно. Тевес на такие рывки. Смолинг. Очередная выигранная борьба. На втором этаже Сальвю снова в отборе. Хорош. Снова пас на Тевеса. И снова Тевес не успевает. Смотрите. Вратарь еще как здесь уверенно играет. Так, давайте защитный стиль. Немножко ниже сыграем. Хорошо. Разыгрывают. Пас на фланг еще дойдет. Дойдет, но плохо принимает его. Болист Централа. Владимирский Централ. Ветер Северный. Хоп. Ага. Отбор какой. Ой, не нравится мне этот подход. Ветер в нашем вороте. Ой, не нравится. Опасный момент. Может быть, не фалить. Умтити. Ларсон вдвоем здесь справляемся. И выносит мяч. Тевес поборется здесь. Умничка. Умничка. Тевес. Срафной. Последний шанс нашего соперника. Уходим в автобус. Чем черт не шутит. Нам нужны три очка. Это очень важно. После двух ничьих нужна победа. Победа нужна, конечно же. Подача. Поборемся. Поборемся, ребята. Поборемся. Зороте красава. 1-0. Такая будничная победа получается. Очень мало моментов голевых. Вы увидите по нарезке, что она была коротенькая. Но игра такая напряженная. Статистические данные. Игрок матча Тевес. Ну да, забил гол и много-много боролся. Старался. Так, другие матчи. На ваших экранах. Велос 2-2, кстати, играет. Мы уже в пятерке, ребят. И всего четыре очка до первого места. Олдбойс на первом. Риверплейт. Сан-Лоренце. Велес. За нами уже тут уже Лаплата. Индепендиента. Очень плотная таблица. В принципе, в принципе, неплохо. Неплохо смотрится. Так, Кубок Либертадорос. Ксаверинагуэлл. Какая-то команда. Я не знаю, они вообще существуют или нет. Так. Переговоры, кстати, по Азилу, наверное, там. Так, Яру хотят взять. Но нет, Яра не продается. Он у нас сменный на фланге обороны. Так, другие команды. Азил, да. Формулировано. Отлично. Узила забираем. На... Ну, либо в начале будет он выходить под голевые передачи. Либо уже в конце, в конце. На последние секунды. Так, соревнования, сведения. Давайте посмотрим. Групповой этап. Вот такой расклад. В принципе, Сантос вообще даже на последнем. А эти ребят с четырьмя очками еще имеют шансы, если нас обыграют. Имеют, имеют шансы. Но, надеюсь, мы пройдем дальше. Так, надо набирать три очка. И с первого места выходить из этой группы. Не самый сильный. Так, я не знаю, эта команда существует вообще на самом деле. Потом загуглю. Так, Ворелла. В отличной форме. Давайте вместо Морони появится. Альмендр здесь сыграет. Все-таки это Кубок Либертадорос. Можно ротировать состав. Дзубыч совсем сдулся. Но ветеран, ветеран. Подвержен, подвержен этому. Так. Сембрано. Давайте вместо Смолинга. Так, будем ротировать состав. Так, Андрада. Остальные, в принципе, в порядке. Давайте попробуем набрать три очка. Кубок Либертадорос. Канал на грани фолла. Лайк, подписка, комментарий, если это еще не сделал. Поехали. В первом круге вроде бы мы их обыграли. Я не помню счет. Мы проиграли лишь... Кому мы проиграли? А может и им проиграли. Если честно, не помню, ребят. Напишите в комментах, кому мы проиграли. У нас семь очков. Одно поражение у нас получается. Нищая и две победы. Ну, поехали. Домашняя арена. Тут уж надо в лицо грязь не ударить. И погнали вперед в атаку. Всеми силами. Идем вперед. Сразу заброс от Тевиса. Моя фирменная разыгромка. Выходит в ротарь. Перекидон от Тевиса. Гол или нет? Ай-яй-яй. Очень опасная. Снова атака в первых секундах. Классная комбинация. Часто забывал раньше. И красиво мяч летит. Казалось бы, в сеточку, но в притирку со штангой. Ай-яй-яй. Могли сейчас тоже сразу открыть шот. Этот матч, мне кажется, уже будет веселее. Так, дополнительный стиль пока выключим. Оставим просто атакующий. Если будут какие-то проблемы, уже будем менять стиль. Лукус Мартинс. Ну, все перекрыто. И они вот играют назад постоянно. И вот сейчас длинный заброс пошел. Низ-1 Ларсен. И вау. Просто убивают. Безысходность. Оброняемся хорошо. В атаке не прибавлять. Владение мячом 25% у нас всего. Но они, да, они владеют мячом у своих ворот. Такое себе владение мячом. Давайте мы свое владение мячом вам покажем. Росси. Фабро. Навести здесь шороху. Пас не прошел. Нет, все-таки прошел со скрипом, но прошел. Хорошая комбинация. Сальвио. Нет, не проходит передачи. Выносит мяч. Варелла. Тевес. Павлон. Фабро. Подключение. Подача на Тевеса. Хорошая Тевес. Вытянув ногу, бьет вратарь на месте. Вот и голевой момент. Второй. Матч лишь на 30-й минуте. Мячом мы с вами и поправили быстренько. Фабро. Нужна еще хорошая подача. Он их делать умеет. Подача. Рикошет. Вратарь. Мелия забирает мяч. Чуть поддавили соперников. У нас вперед. Самбрано выдвигается сюда в опорную зону, чтобы побороться головой. В принципе, борься неплохо. Неплохо. Рюдигер. Сантреполе уже появился. Пытался этот мяч сыграть. Не сыграл. По флангу. Атака. Пас вперед. Ой, 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 здесь теряет позицию Рюдигер. Страховка не работает от Замбрано. И гол. Рюдигер потерял здесь, кстати, своего визави. И пропускаем мы гол. Пропускаем мы обычно немного, но... Видите, здесь уже Замбрано не успел накрыть нападающего. Но ошибка в начале Рюдигер. Он позволил до передачи пройти. Хотя был впереди, но как-то сыграл неуверенно. Вот тебе и на. Уступаем в счете. Усыпили нас соперники. И смотрите, сразу атака. Вторая идет на ворота. 2-0 сейчас может быть. Удар. Да. Без шансов. Вот так вот за 2 минуты мы пропускаем 2 гола. И осложняем себе выход из группы пока что на эту минуту. Солой забивает этот мяч. Полезли отыгрываться. И сразу смотрите, какие в 2 передачи разрезали нашу оборону. Как праздничный торт. И спокойно здесь он положил, конечно, на технику под штангу. И без шансов для голкипера. Вот тебе и на. Вот такая вот игра была. Без особых моментов. Да, у нас было парочку моментов. Мы не реализовали. Соперник реализовал 2 из 2. Теперь отыгрывайся, называется. Так, ну подключаем фланги. И что делать? Они, понятно, плотно обороняются. Павон! Удар! Ротель отбивает. Ротель отбивает. Но может сейчас проснется Бока Хуниорс. Будем камбетчить во втором тайме. Но есть еще несколько секунд, минут в первом. Попробую что-то изменить. Ларсен. И нет зюбы под подачей эти. Но есть ребята, которые тоже могут сыграть. Подачи резаны, идут невысокие. Подбор! За Бока Хуниорс! ТВС удар с подзащитника не точно. Точно, но не сильно. Точнее. Ну и 0-2. Вот так вот. 38-41. Две минуты, два гола, два мяча. Два удара, два мяча. Вот такая вот песня, ребят. Будем отыгрываться. Пока у нас один ролик только вышел, где мы все три матча победили. Здесь уже это будет сделать сложно. Но мы попробуем закамбетчить. Надо быстро отыграть один мяч, и уже будет полегче. Хорошо, хорошо. Разыграть на ТВС на передаче не проходит. Мелевый на сперед. Хороший, смотрите, пас. Здесь нет офсайда, кстати. Нет офсайда. Нет офсайда. 3-0 было бы слишком, потому что он выбегал. Выбегал Шелтона и вбегал этот парень. Вы посмотрите. Выбегает. Один забегает другой. И искусственное положение игры, получается, не работает здесь. Потому что он выбегал. Из-под защитников могли сейчас 3-0, и тогда уже игра бы завершилась, конечно. А так есть шансы. Есть шансы проснуться у Бокки Хуниорс, конечно. Хорош, Альмендра. Обокрал, обокрал визави своего. Пас на Сальвио. Тот штрафной площадь входит в Сальвио. Сальвио толкается. Пас на Карлитоса. Нет, и на Карлитоса. Наполонова мяч не доходит. Меняем атаку. Давайте. Заратес играет. Вилла. Тевис. Пока... Давайте... Нет. Тевис пока остается. Пусть тогда. Ну и фланг обновим. Манкусо или Яро. Давайте Яро сыграет. Меняем кого можем. И давайте нагнетать. Пробовать, пробовать. Забивать голы. Павон. Павона. Лунгшот под Павона. Ух ты, какой подкат. Ну и подкат. Вот реально прям на грани. И подкат в мяч получает. Чуть лево-вправо. Это желтое. Контратака. Здесь спокойно сыграет Самбрано. Идем в очередную атаку. Свою. Семидесятая. Давайте. Подключайте Рюдигера тоже в атаку. Раскрываемся. 3-0 так 3-0. Какая разница? А так есть шансы. Большинство как бы реализовать, как в хоккее. Когда подключатся к центральной защитникой. Кто его будет перекрывать, непонятно. Самбрано. Здесь надо работать. И Варелло. Тевес. Тевес хорош. Передача. Вратарь сейчас сыграет. Нет, не сыграет. Рюдигер. 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 Один мяч отыгрываем. Рюдигер. Вот вам и подключение защитника. Он может. Он может. Я вам говорил. Как и в реальности, так и здесь. 1-2 и 10 минут, чтобы сравнять. Вот здесь рикошет. Я думаю, вратарь успеет. Не успеет. Вратарь тоже замешкался. Пошел. Но уже поздновато. И успел передачу. Здесь кто там сделал. Павон или не знаю. И Рюдигер уже в пустые. Перенаправляет мяч. 1-2. Ну ничего. Ничего. Если сделаем, будет чудо. Вперед. Бока Хуниорс. Вот и замены как раз. Отлично. Альмендра. Тевес. Свеженький вилла. Вилла. Нет, смотрите. Съедают виллу. Угловой? Да, угловой. Нужна хорошая подача. Зероте. Подача. Есть. Борьба. Отскок. Варелла. Пас на Фабру. Еще. Передача за передачей. Опасно. На вынос просто. Куда глаза глядят. Выбивают. Гости. Вперед. Бока Хуниорс. Есть. Есть. Еще время. Рюдигер. Рюдигер просто в центровой. Здесь встал. Рюдигер здесь на подборе. Пас пяткой. Подключаем Фабру. Все в атаке. Все уже. Все, кто можно и нельзя. Опасно Вареллу. Варелла. Нужна передача. Подача есть. Ликошет угловой. Вратарь пойдет? Нет, не пойдет. Зероте. Нужна подача хорошая. Подача есть. Неплохая. Борьба. Яра. Мимо ворот. В борьбе. Гвардиола нервничает. Аплодирует своим ребятам. Да. Чуть-чуть не хватило вот здесь. Наверное, уступим в этом матче. Но еще у нас есть. Есть игры. Еще две игры, как получается. А, нет. Сантосом еще одна игра. И там уже решится, кто с какого места выйдет. Мы-то из группы должны выходить, если в том матче последним выиграем. Но вопрос, с какого места. Как сыграли там другие ребята. Здесь-то уже не успеем отыграться, к сожалению. Девяностая минута матча. Давайте заброс сделаем. Успеем, не успеем. Да, 1-2 уступаем, к сожалению. Но, опять же, играли неплохо. Вот эти два гола обескураживающие. За две минуты. Все предрешили. Смотрим таблицу. И последний матч надо выиграть. Как мы тут сыграли. Да. Тар Гурелл вот этот. На первой строчке. И они будут с Сантосом играть. А мы как раз с первой строчкой. То есть они могут еще набрать 10 очков. Если мы проиграем, вообще мы третье место займем. В общем, интрига бешеная, ребят. В следующих сериях обязательно колокольчик нажмите, чтобы не пропустить. Вот другие результаты в группах. Олдбой здесь. Фламенго по 13 очков. Команды из Аргентины, Бразилии, Колумбии. Ну, тут все команды Южной Америки. Вот другие. Риверплейт наш прет здесь. Другие. Интернациональ. Гремио. У нас прям интрига бешеная. Джуниор Райсинг. Сан-Паула. Посмотрим, посмотрим. Надеюсь, в последней игре все решится. В принципе, даже ничьи нам хватит, чтобы выйти из группы, как я понимаю. Хотя, они с первым местом. Хотя, может и не хватить. В общем, надо будет побеждать. Можем из группы-то и не выйти. Вот вам и... Вот вам и дела. Так, Велес. Здесь лидеры. Ну, одни из лидеров. Четвертая строчка у них. Если мы обыгрываем их, их точно опережаем. И там уже как Сан-Лоренцо. Ливерплейтам сыграет. И Невелс Олдбойс еще. Ну, мы прям рядышком. Прям рядышком. Надо не оступиться, ребят. Не оступиться. Не проиграть, как минимум. Играем дома. Играем на победу. Так, погнали. Дзюба в отличнейшей форме. Давайте Дзюба появится сразу вместо Тевиса. Тевис потом появится, если что. Так. Зероте появится. Кампусану, кстати, может сыграть. Но сыгранность тогда упадет. Пока не будем. МТТ в хорошей форме. Давайте МТТ сыграет. Рюдигер на замену. Подуставший, если что, выйдет. У нас один матч. Пусть и такой ответственный. Кампусану в отличной форме. Но сыгранность упадет. Пока пусть играют эти ребята. Так, Дзюба, капитан. Нет, капитан будет. Давайте Росси. Вратарь. Так, остальные все Яро в хорошей форме. Давайте он сыграет здесь. Сыгранность подрастет. Эти ребята будут на замену, если что. Может Андрада все-таки на воротах поиграет, например. Нет, сыгранность упадет. Погнали. Велос. У них такая вот от обороны. Тактика, но на контратаке. На ярко выраженного центра форварда. У нас теперь есть Дзюба. Будут навесы. Надеюсь, будут голы. Поехали. Бока Хуниорс, Велос. Домашняя арена набитая битком, ребят. Все шумит, все гремит, все горит. Ла Бомбонера. Бока Хуниорс против Велоса. Одни из лидеров. Мы тоже одни из лидеров. Поэтому матчи очень принципиальные. Поехали. Не будем долго тянуть. Идем вперед. Идем в атаку. Вперед, Бока Хуниорс. Давайте на Дзюба. Навес должен был быть. Ну, так вот получилось. Ладно, Дзюба прикроет корпусом. Идем в атаку большими силами. Этот стартовый натиск уже сразу нас тут осадили. Так, давайте сбалансированный пока что стиль сыграем. Посмотрим, что предложат. Они на этот барон начинают. Но я, как и говорил, у них какая-то бронительная тактика с быстрыми переводами вот такими, да, забросами. И там один ярко выраженный форвард будет цепляться впереди за мячи. Отлично. Зороте на скорости может уйти. Там Дзюба параллельным курсом бежит. Нет, Дзюба, по-моему, закрыт. Зороте... Ой. Зороте хорошо прошел, хорошо поборолся, но пробил очень плохо. Не хватило силу на удар. А Дзюбу я видел, видел. Но я видел, что его перекрывают. Не торопится. Яро пас неточный. Или дойдет? Дойдет. Подача на Артема. Дзюба, борьба. Рикошет. Нет, до Дзюбы мяч не дойдет. Но неплохо. Неплохой подход. Такая пока напряженная игра. Более-менее равная. На контратаках действует Уэллис. Мы атакуют, пытаемся как-то придумать что-то в атаке. Соперников ожидает. Середина первого тайма. Аут. Польза блоках унилась. Один мячом, видите, да? Чуть больше у Уэллиса. Ну, это такое владение, опять же, в обороне. Сальвио. Яро. Красиво. И эффективно. Сальвио. Подача на Артема. Нет, чуть выше надо подавать. Это не Тевис. Окей, опасный штрафной. Подача в штрафную. Практически в штрафную. Ох ты, красиво на замахе. Янгто. Молодец, Янгто. Грамотно сыграл Дзюбеньо. Сальвио. Ну, Дзюба, забеги ты вперед. Приходится вот так его даже вызывать. Там было пространство, вы видели. Более секунды. Но Дзюба почему-то не пошел. Так, опасно. То есть что-то у нас все свалилось в кучу. Ребята, по позиции. Надо держать позиции, конечно. Марони. Пас вперед. Сальвио. Дзюба. Подкат какой. И в мяч, да? Нет, фол. Не будем, не будем разыгрывать. Это опасный штрафной. Дзюбеньо зарабатывает его. Здесь фол есть. Хоть в мяч коснулся, но потом ноги-то сплел. Так, давайте. Зороте будет быть. Попробуем подкрутить. Зороте, нет. Слабовато, да, чуть-чуть. Дзюба поборется. Выиграет борьбу. Отлично. Зороте, Альмендра. Пас на Дзюбу. Здесь трое. Просто не дает до мяча добраться. И первый тайм такой вот сухенький. Разведывательный. Получается 0-0. Более-менее равная игра. Чуть мы получше атакуем. Они чуть больше держат мяч. Ищут, ищут свободные зоны. Второй тайм все решит. Нам нужно победить, чтобы их обойти. Ничья будет, в принципе, все при своих оставит. И лишь команды из нижней части таблицы могут подкрасться. И из высшей. Кто выше, тот может дальше уйти. Поэтому надо выигрывать. Ни в коем случае не проигрывать. Посмотрим, как оно сложится. Передача отличная. Разрезающая на Яру. Яруяра. Подача на Дзюбу. Хорошая борьба. Угловой. На Зарате классная передача. Скрытая. Прострел. Нет. Домингос забирает мяч. Опасный. Если Домингос не сыграл, все. Так, ну давайте. Морони устал. Гонсалес здесь сыграет. Если что. Зарате, кстати, тоже устал. Но есть, есть кому поменять. Лилла сыграет. Одну еще перебережем. Для более поздней фазы игры. Забирать надо. Янг-то. Хорошо. Хорошая атака. Сейчас в центр будет передача. Нет, Смолинг. Здесь будет Смолинг. Никакой передачи. Вот так вот. Если Смолинг. Дзюба. Вперед. Иди, Артем. Иди вперед. Пожалуйста. Идет вперед. Вот, вот где нужен Дзюба. Вот где нужен он. Артем. Удар. Рикошет угловой. Надо пас отдать. Да. И сразу вперед лететь. Не надо здесь никакие отскоки назад. И здесь в центре поля мячи принимать. Ни к чему это, Артем. Ни к чему. Вилла. Пас. Ах, не прошло. Хорошо забегали. Отличный отбор. На Дзюбу снова не проходит. Везде чисто колл ног. Но очень большими силами обороняется. Велес. Тяжело вскрыть. Очень массированная оборона. Альмендра. Красиво Дзюба ставит корпус. Разворачивается. Артем. Удар. Ближний. Гол. Со скрипом. Артем Дзюба. Его фирменное празднование. Ну, конечно. Критиковал я Артема, что он глубоко отходит. Сейчас сыграл великолепно настоящее форвард. 1-0. Бока Хуньер. С концовки матча выходят вперед. Мы ждали этот гол. Мы ждали этот Артема. Классно разыгранная. Вот она массированная спина. Артема Дзюба. Корпус. Разворот. И удар ближний. Вратарь отбивает мяч, но не сильно, не жестко ставит руки. И вместе с руками мяч влетает в сетку ворот. 1-0. И уходим в защитный стиль игры. Так, давайте Яру поменяем на Ларсена. Нам надо сейчас отобороняться. Поэтому уходим в защитный стиль. Полезет сейчас Велес вперед. Мы сделали этот гол. Очень мало моментов. Очень строго играл соперник. Тяжело было вскрыть. Это единственный момент, который решает судьбу, может быть, этого матча. Я надеюсь, нам эта победа очень нужна. Смолинг. Хороший матч проводит. Его там фирменный отбор. Помните, когда вывалился опасный соперник? Смолинг сыграл выше всяких похвал. Дзюба снова прикрывает мяч. Корпусом передача. Ай-яй-яй. Вилла пролетает. Мимоходом. Последние несколько секунд матча. Минут. В которых надо выстоять, ребят. Идем в защиту. Идем все в оборону. Подкат Умтити. Великолепно сегодня играют центральные защитники наши в этом матче. Но передача не проходит. Это уже подуставшие. И снова летят здесь подвое. Но надо уже назад, назад, ниже, ниже обороняться, ниже. Вилла даже в обороне помогает. Все, все, кроме Дзюбы, которые не участвуют в прессинге. Спокойно. Две минуты до конца матча. Заброс вперед. Дзюба поборется. И все, свисток должен быть. Судья. Дает там последнюю атаку. Совершить нет, не дает. 1-0. Бока Хунирс в важнейшем матче. Тяжелейшая игра. Мало моментов. Сегодня вот такие две победы по 1-0. С минимальным количеством моментов. Но есть результат. Да, немножко буксанули. Кубки Либертадорос. Но в следующих сериях у нас там будет решающий матч. Поэтому не пропустите подписка, лайкосик. Все сделайте, ребят, как обычно. Колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Смотрите какая. 4 очка на первое место. И от ночку до второго. Очень плотно. Сан Лоренцо 42. Бока Хунирс 42. 43 евро плейд. Немножко Олдбойс впереди. Сзади уже Велес Индепендента. 2 очка. Один раз оступимся и Кирдык. В принципе, неплохо. Неплохо вырываемся туда в топы Аргентины. И подписали Азилу, да. И у нас будет вот она. Вот она. А что мы в Кубке Либердадорос? Нет, какой Кубок Либердадорос? Плашка, да, поменялась? Да, да, да. Все правильно. И в следующем матче начнется у нас Атлетика Тукумен. Бока Хунирс как раз первым местом мы играем, ребят. И Таргеурал, вот этот. Таргуэрал. И решающий матч, возможно, в Кубке в группе. Так что очень два важных матча за первое место. Здесь надо побеждать, чтобы был актуален матч с Нью-Олдбойс. В общем, следующая серия должна быть еще более огненной. Так что не пропустите, ребят. Это канал на грани фола. Увидимся на стримах, на роликах. Так что всех обнял, приподнял, поставил на место. Берегите себя. Адьос, amigos. Субтитры сделал DimaTorzok